Чиновники не забывают инвалидов. Накануне в Караганде состоялся круглый стол с представителями органов социальной защиты и обществом инвалидов. Собравшись, говорили об улучшении качества жизни и социальной защиты людей с ограниченными возможностями. Ведь именно последнее, по мнению госслужащих, является главным приоритетом социальной политики государства. К слову, в 2008 году Казахстан присоединился к конвенции по правам инвалидов. Подробности круглого стола в материале Аиды Ибраевой. Более конкретно могли подсказать, что необходимо приобрести за счет средств местного бюджета, если такие средства есть. Более 50 тысяч людей с ограниченными возможностями проживают в Караганинской области. Создаются все условия для заботы о них в 10 специализированных центрах. На круглом столе, организованном управлением координации занятостей и социальных программ Караганинской области, приняли участие представители специализированных ведомств по уходу за людьми с ограниченными возможностями, а также представители общества инвалидов. Были затронуты вопросы обеспечения инвалидов необходимым новейшим оборудованием, слуховыми аппаратами, спортивными снаряжениями. Ведь, как известно, инвалиды принимают активное участие в спортивных и культурных соревнованиях, которые организовываются специально для них. Нельзя не отметить, что Караганинская область является одной из передовых по социальной защите людей-инвалидов. Поэтому у нас, например, мы одни из самых первых стали реализовать проекты на такси в Казахстане. У нас больше всех машин. 19 машин в Караганинской области работают для того, чтобы помочь инвалидам передвигаться по городу. У нас закупаются электроколяски с электроприводом. Это очень большое достижение. Особенно, если у людей работают плохо руки, для них такие коляски вообще цены, скажем так, не имеют. У нас каждый год, уже 4 года подряд, не менее 20-30 колясок закупаются. И они, я могу сказать, уходят на расхватку горячей пирожки. Потому что потребность в них очень высока. У нас очень большая потребность, и эта потребность закрывается в специальных средствах компенсационной реабилитации. Будь то подгузники или какие-то такие посудные средства. Вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями также не обошел стороной данное заседание. Программа «Занятость-2020» теперь будет включать пункт об обеспечении специальными рабочими местами трудоспособных инвалидов. Действующая нормативно-правовая база сегодня предусматривает 3-процентную квоту по трудоустройству инвалидов. Создание специальных рабочих мест совершенствуется механизм программы «Занятость-2020», который также будет охватывать трудоустройством данную целевую группу. Ежегодно в целях социальной поддержки государством выделяются денежные средства. В этом году бюджет составил около 257 миллионов тенге. Как показывает опыт, органы социальной защиты ведут активное взаимодействие с обществом инвалидов. Нужно отметить, что многие инвалиды сами являются инициаторами различных мероприятий по социальной защите людей с ограниченными возможностями.